В эфире программа «Диалог» в студии Бедерниса Гусейнова. Здравствуйте! Федеральная Лезгинская национальная и культурная автономия 25 лет. О деятельности крупнейшей лезгинской общественной организации в России сегодня в программе с участием президента ФЛНК Васифа Гасанова. Васиф Абдулбекович, добрый день! Я вас поздравляю с знаменательной датой. В 1999 году была создана культурная и национальная автономия. Причины и необходимость создания этого центра? Добрый день! Спасибо за поздравление! Причины и необходимость, я думаю, ни для кого не секрет, что наш народ разделен на две части. До 1992 года это было внутри одной страны, Советского Союза. Потом, когда Советский Союз не стало, мы оказались на территории двух государств. И отсюда все последствия. Один народ стал ментально расходиться и стали отдаляться друг от друга. Отсюда, наверное, цели и задачи, да, автономия? Да, отсюда цели и задачи. Цели и задачи, они ясны в современных условиях, когда... Меняющийся мир, так сказать. Да, меняющийся мир, и народу, у которых нет монореспублики или государства, они стали ассимилироваться. Мы с вами знаем, что в 2016 году лезгинский язык был включен, и у нас как бы исчезающие. Мы, лезгины, для нас это не безразличное, конечно, должны этому сопротивляться. И, кроме того, сохранение нашей культуры, традиции. Это основная цель? Это цель, да, организации. Видимо, Олег Пашаревич Керимов предосоздавал эту организацию, наверное, тоже. Он был первым президентом, да? Он был первым президентом, и до прошлого года он был президентом, сейчас председатель Совета. А вот и с течением времени цель осталась одна и та же, или она как-то изменилась? С точки зрения сохранения языка, мне кажется, сегодня эта проблема стоит еще раз три, потому что развивается все кругом, поэтому люди... Родной язык уходит на второй план? Да, уходит на второй план, и сказать по правде, я и на федеральном уровне этот вопрос поднимаю, и закон этому не способствует. Да, условия создаем для всех, кто хочет берет, кто не хочет не берет. К сожалению, на сене Дагестана к этому не готово. В советское время была немножко добровольная и предвидительная система, я и сейчас ратую за это. А сейчас только добровольно? Сейчас только добровольно, а добровольно мало кто хочет. Кто понимает, он хочет, а остальные люди думают о хлебонасушном и не дородного языка и культуры. Но хотя мы с вами понимаем, да, тот народ, который не помнит свое историческое прошлое, у него нет будущего. Согласен абсолютно, и к сожалению, в Дагестане это сегодня происходит. Это, что касается народных ремесел, сегодня прекрасно знаем, что происходит с лизгинским кроваткачеством. Это было одно из лучших в мире, наверное. У нас узоры по всему миру, в музеях выставлено. Здесь очень фабрики, сегодня нет. В Дербенте была очень большая ковровая. Да, в Дербенте была, у нас в языке была, у нас в Меграхе была, у нас в Апере было, у нас их много было. Практически в каждом большом селе у нас была фабрика. Но, к сожалению, сегодня этого нет. А какими возможностями располагаете, вот непосредственно вы, ФЛНК, для реализации этих поставленных задач? Самая большая возможность – это желание, наверное, помочь. Остальное уже отсюда вытекает. Да, у нас сегодня есть Федеральное организм по делам национальности, у них есть субсидии. Мы участвуем в этих субсидиях. Но решают проблемы, наверное, на пару процентов. Это очень скромные суммы. Вторая наша возможность – это люди, наши бизнесмены в Москве и в Дагестане. Неравнодушные, да, скажем так? Да, да. К счастью, такие люди есть. И наши возможности. Семья Ариф Пашевича очень помогает нам. И я сам тоже вкладываю, что могу. Есть другие бизнесмены. Спасибо им большое, которым небезалечна судьба нашего народа и культуры. А как налаживаются отношения с органами власти республики? Наша зона – это Южный Дагестан. С муниципалитетами Южного Дагестана. Да, с муниципалитетами у нас близкие, хорошие отношения давно уже сложились. С Нюман-Стальским районом и сейчас же последний год с Маграм-Кенским и Докуспалинским. Ахтынский район очень активно тоже подключился. Если обращаемся к главным районам, они с большим желанием помогают, принимают участие. И даже рады тому, что мы немножко частично их работу тоже выполняем, помогаем им в этом. На уровне республики тоже есть по-разному. Есть люди, которые помогают желаниям. Есть люди, которые немножко сторонятся. По-разному тут зависит от человека. О, в стране региональное отделение ФЛНК есть? Есть. Они у нас есть в Ярославле, которую я возглавлял почти 15 лет. До меня еще там человек возглавлял 4 года. С 2005 года у нас в Вологде есть, в Вологодской областной организации. Есть в Краснодарском крае, есть в Татарстане. Есть в Старопольском крае районные организации. Но не во всех регионах страны, да? Нет, далеко не во всех. К сожалению, в некоторых регионах они закрылись. Это Тюменская область и Костоярский край. Это были как раз учредителями Федеральной Лезвинской национальной организации. Они начинали, и потом все не получается. Есть еще Московская организация. Московская организация из Санкт-Петербурга сейчас. Местная организация открылась. Адмиралтейского района. Вот они тоже сейчас планируют объединиться, создать региональную организацию. В Старополье сейчас активная работа ведется, пока у них одна местная организация есть. С остальными регионами тоже мы приглашаем просто активистов. И с ними ведем работу, чтобы они тоже... Это, наверное, зависит от количества проживающих людей. Какая там диаспора? Всегда зависит не от количества, а от качества людей, которые живут. Кто болеет за свой язык, за свою культуру. Кто не хочет, чтобы дети их забыли, что делали их родители. Где такие люди есть, энтузиасты, вот там они открываются. Василь Фабдулбекович, я понимаю так, что при этих автономиях существуют как бы воскресные школы, да? По изучению языка. Ну, не везде, но в основном они есть. Да, вот что там в этих центрах? Я могу рассказать про Ярославскую организацию, где я вот возглавлял. Там и воскресная школа лезгинского языка была. Она сейчас временно закрыта, но она еще будет. Потом есть танцевальный коллектив. Ну, без лезгинки нам никак нельзя. Там есть футбольные команды, спортивные всякие команды. Там есть женщины, которые национальные блюда готовят. Вот мы проводили вечера там лезгинской кухни, например. Ну, это своего рода площадки для встречи. Да, да, да. Вот с этого года вот как раз мой преемник сейчас вот хочет провести День землячества, пригласить на природу. Кто наш преемник? Есть такой Рамис Агасиев, он уроженец поселка Самур-Магранкенского района. Очень активный молодой человек. Вот сейчас взялся Рьяна, так скажем. Вот. Поэтому вот у него, он говорит, чтобы дети с семьями общались. Вот женщины готовят там, мужчины готовят там шашлыки. Дети играют в футбол, лезгинские национальные игры. Я думаю, это очень хорошее. Вообще, в наше время, когда гаджеты заполнили все наше пространство, по-моему, это здорово, если есть такие площадки, где можно встречаться, общаться. У нас есть люди, которые гаджетами занимаются. Тоже я знаю Заура Гамов, который занимается искусственным интеллектом на лезгинском языке. Он хочет запустить проекты. У него свой YouTube-канал тоже. Да, да. Есть у нас молодые люди в Zoom, там и моя дочь участвует, значит, хотят создать группы по общению на лезгинском языке на разные темы. То, что интересно, молодежи. Вот такие есть способы, чтобы молодежь не забывал. А насколько вовлечена молодежь в деятельность национально-культурной автономии? У нас при национальной культурной автономии есть молодежный актив. Туда входит порядка 70 молодых людей. Это те, кто проживает в Москве? Это москвичи. Все москвичи. Мы оттуда периодически забираем себе специалистов. Это уже очень давно такая практика. Еще есть организация молодежи Южного Дагестана. Мы были на мероприятии, мы вручали отличникам Южного Дагестана бремию при помощи мецената Мамеда Абасова. Это школьники школ всех районов Южного Дагестана. Это Эдербенский, Дебасаранский, Аргульский, Куртурский. Весь Южный Дагестан. Все Визгинские районы, да. И вот очень хорошее мероприятие было. Это и стимулирует, честно говоря. Да, да, да. И провели руководитель этой организации Равидин Алимович Магомед Ирагимов. Он тоже член на ФЛНК. Организован был на высшем уровне. Концессущее среди этих молодых людей провели викторину. На знание истории изгельского народа или языка. Это на знание истории, культуры, обычаев, традиций народа Южного Дагестана. Васеев Абдулбекович, в чем заключается работа ФЛНК на международной арене? На международной арене до сих пор заключалось в том, что ездили, участвовали на мероприятиях, принимали опыт у тех народов, у которых нет своего государства, как существовать в современных условиях, как выживать. Последний год немножко это политизировалось. И Оливкович принимал участие, так скажем, общался с людьми, чтобы статус и репутацию нашего государства держать на нужном уровне. Приходилось и дальше такой работой. Но я еще не ездил на международные конференции. Это какие организации? ООН? Это есть Организация непредставленных народов при ООН, и есть Федералистическая Организация Европейских Народов. Вот мы состоим в этих двух организациях. Вы являетесь активными членами или пассивными? Нет, мы активными членами. Скажу, как есть. Я еще туда не ездил. Ездил Олив Кашевич. У нас есть наш активист Гусейн Шамбазов, который хорошо знает историю, хорошо знает язык английский. Он ездит, постоянно принимает участие, переводит Оливка Кашевича. Тот опыт, который есть у других государств, получается ли его применить сегодня у нас? Да, конечно, есть. У нас даже по некоторым направлениям, можно сказать, мы еще больше делаем. Конечно, получается, мы приглашали их, к ним ездили, и с их помощью историков привлекали, кавказоведов, албанистов, мировых. И тут были разные уровни мероприятия проводили. С какими трудностями приходится сталкиваться в ходе вашей деятельности? Ну, у нас две трудности. Это средства и люди. То есть люди, у которых есть проекты свои, кто могут довести до конца эти проекты. И, естественно, финансирование, потому что сегодня фактически взялись за работу целого, так скажем, республиканского управления. Естественно, тут нужны большие деньги. А вы являетесь общественной организацией? Да, общественной организацией. У нас финансирование предусмотрено только путем грантов, субсидий и так далее. У нас на деятельность организации непредусмотрено средства. У нас средства предусмотрено поведение определенных мероприятий. Вот мы каждый год 2-3 мероприятия проводим по субсидиям. Остальные – это уже веценаты. Многообразие мероприятий, проектов. Приоритет каким вы отдаете? Это те мероприятия, которые посвящены сохранению языка. Это в первую очередь, потому что у нас самая большая беда – это с нашим языком. Сегодня не только у нас, я думаю, у всех народов Тагестана. Потом, значит, естественно, дальше уже другие направления нашей культуры и этой традиции. И очень большая проблема для нас сегодня – это разделенность нашего народа. У нас сегодня фактически не осталось никаких коммуникаций, никаких отношений с южной частью нашего народа, к сожалению. Который проживает на территории Азербайджана. Азербайджана, да. Каждую неделю, начинаем неделю с этого, пишем. Но наши власти говорят, что решение такое приняло Азербайджан, о том, что ковид еще не завершен. Сухопутные границы закрыты, только воздушным. Да, еще один непонятный момент. Мы с Азербайджаном – низкая республика. У нас и Аваксы там. Да, есть, проживают. Резгины, пульсы, сахуры. И у нас самая большая граница общая. Почему-то из Дагестана, из Махачкалы в Баку один раз в четыре дня самолет летит. А из Грозного, который находится за Дагестаном, каждый день. И билет там в две разы дешевле. Вот я хотела об этом сказать, потому что цена билета, конечно. Я вот это специально говорю, чтобы слышали наши люди, кто этим занимается. А вы как-то обращались по этому вопросу? К сожалению, нет. Я не догадался по этому поводу обращаться. Ну вот сейчас вам идея пришла. Да, я, наверное, этим займусь. Я просто понимал, что самолеты все-таки коммерческая, так скажем, организация. Но тем не менее, из Грозного дешевле. Почему мы рядом, у нас дороже? Из Грозного дешевле, потому что там каждый день летает. И там у людей есть возможность лететь. Здесь это немножко... Но у нас желающих, наверное, тоже было бы не меньше, я думаю. У нас желающих в десятки раз больше. Я вот пару раз из Грозного летал в Баку. Там еще у меня тоже там родственники. Летал в Баку. Там весь самолет, я не знаю, за исключением, там 5%. В этом центре были одни лезгины. Дагестанцы. Даже не дагестанцы, а лезгины именно. Я там увидел 5-6 человек аварцев, увидел несколько человек из Азербайджанцев, остальные все были лезгины. Я даже пошутил своим напарникам и сказал, что у нас есть такое село, туда автобус через наше село проходит. Я им сказал, что это автобус Кузун, говорит, который через наше село проходит. Ну, вообще, это, конечно, очень больной вопрос. Конечно, конечно. А в современных условиях мы в 21 веке живем, и такие преграды для людей. Я не знаю, насколько ковид опасен сегодня, если Всемирная организация здравоохранения отменила ковид. Я не знаю, как там. Этот вопрос, его надо ставить, его надо озвучивать, для того, чтобы он был решен. У нас по всей границе, на той стороне село, на этой стороне село, на той стороне город, на этой стороне село. И все люди, родственники друг друга, они не могут переходить. У меня вот была свадьба в Дербенте. Ребенка моего двоюродного брата, их три брата, один брат приехал из Азербайджана, потому что гражданин России, перешел границу пешком, а второй брат не смог, потому что ему надо было или через Махачкалу, или через Грозный на самолет лететь потом. Расим Абдулбекович, а напрямую ФЛНК удавалось выйти на органы власти Азербайджана и поднимать этот вопрос? Мы российская организация, мы можем выходить только через российские власти. У вас у самих нет таких полномочий? Да, к сожалению, мы обращались, встречался с руководителем Росатурдничества, с Примаковым, и встречался с нашим постом в Азербайджане, писал письма и между государственными всякие там, парламентские комиссии и так далее, и так далее. Всем писали письма, и мы по поводу того, чтобы выделили двух экспертов по лизгинскому языку из Азербайджанской республики, чтобы провести круглый стол, чтобы впоследствии в Азербайджане и в Дагестане лизгинский язык подавался по одним темпе стандарта. Ну, пока мы, к сожалению, ответ не получили. Ну, реалия времени диктует определенные условия, я думаю, этот вопрос, конечно, будет решен. Мы видим в мире, что происходит, да, во всяком случае, в Европе. Вообще границы стираются между государствами. А тут получилось, мы были единое государство, ну, сложились так обстоятельства, что... Самое обидное, это дружество нам стран. Да, да. Есть договор дружбы, который заключен в 2022 году. Но у нас есть связи, у нас есть торговые, экономические вот эти связи, конечно. Да, у нас и там, и здесь одни и те же народы живут, и азербайджанцы, и титульный народ нашей республики Дагестана. 25 лет. Да. Естественно, есть успехи и достижения. О чем можете сказать? О чем могу сказать успехи и достижения? Ну, наверное, это вот постоянное членство все-таки вот международных организаций, к сожалению, в последнее время это заморозилось. Наверное, 20... Опять, наверное, ковид, да, виноват? Нет, здесь уже... Ну, оно не заморозилось. Последние мероприятия мы уже не ездим в связи с событиями Украины. Вот. Кроме того, у нас тех мероприятий, которые мы провели, есть и самые значимые. Вспомнить, это, наверное, международная конференция 2008 года, по результатам которого все мировые историки признали, что Кавказская Албания – это историческое наследие резгины и родственных народов. Вот. Наверное, очень большое дело сделали, когда спасли Самурский лес. Да, это нашумевшая история. Это прямое обращение моего предшественника Алифа Пашаревича Крима, Владимира Владимировича Путину. Помогли храхубинцам, выделили средства из федерального бюджета. Да, да. Ну, сейчас уже дальше будем стараться сплотить наш народ. Вот. Нам надо заниматься, в первую очередь, нашим языком. С разделенностью надо делать, чтобы мы не отдалялись, чтобы мы сохранились как единый народ. Вот. И трудимся в этом направлении. Все новые мероприятия стараемся провести. До 2009 года у вас был свой печатный орган «Лезвинские известия». Да. Сегодня газета не выходит. Но понимаю так, что вся информация о деятельности располагается на сайте. Да, на сайте. У нас в последнее время уже телеграм-канал догоняет по просмотрам сайт. Поэтому мы сейчас параллельно и телеграм-канал, и мы в других соцсетях, и ВКонтакте представлены. И есть намерение, когда-то у нас будет возможность открыть не отдельную передачу, а полностью свой канал. И радиоканал, и телевизионный канал. Это было бы здорово. Сегодня у нас есть YouTube-канал, мы его стараемся насытить. Я вот общаюсь с специалистами, с Женком Буаном общался, с Найей Мигдадовым, с Магомедом Ибрагимом общаемся. И думаем, чем насытить вот этот канал. Он у вас будет как каждый день, что-то там будет выкладываться? Или как вы, в каком формате планируете? У нас он уже есть. Мы сейчас, можно сказать, раз в несколько дней выкладываем что-то новое. А хотим, чтобы чаще и со временем выйти в постоянный прямой эфир. Если это получится, будет очень хорошо. Сегодня, говорят, кто владеет информацией, кто владеет миром, можно так сказать. Сегодня информация играет очень большую роль. Я думаю, одну из главных ролей. Да. Ну, еще надо понимать такой момент, что единый канал – это все-таки объединение народа. У меня вообще мечта есть, и мы вот такой, хотя бы радиостанция такая, которая на лезгинском языке вещает. Там и культуру нашу отражает полностью, там и какие-то высказания мудрецов, и музыка, и все остальное. Ну, сегодня мы знаем, да, что на дагестанском радио, вот ГТРК Дагестана, есть вещание на лезгинском языке. Ну, это... Да, оно на радио «Россия» вклинивается 50 минут, хронометраж. Мои коллеги, они ведут и на телевидении, «Шелбуздах» называется, телевизионный национальный канал. На РКВК, по-моему, тоже есть, насколько я знаю. Ну, это очень много. Говоря о сохранении родного языка, своей культуры, своей самобытности, своей идентичности, мы понимаем, что многое зависит от того, что сделаем сегодня мы. Есть, наверное, такая вероятность, что наши дети не будут знать ни историю, ни родной язык. Да, согласен. У нас, к сожалению, вот эта опасность, она все, так скажем, усиливается и усиливается, но мы будем стараться изо всех сил, чтобы этого не произошло. У нас сегодня, к сожалению, вот последний закон о языках, вот он тоже... Мы привыкли к добровольной, принудительной системе, а сегодня государство нам создает условия и говорит, берите сколько хотите. Но, к сожалению, наши люди этого брать не хотят. Я думаю, если говорить о том, чтобы сохранить язык, это в первую очередь мать. Это семья. Семья. Я думаю, мать. Дети, они не зря говорят, это мать все-таки, потому что я вот по своей семье вижу, я детей вижу гораздо меньше, чем супруга, да. Поэтому это мать все-таки. Потом семья и дальше уже общество. Что касается закона, мы сейчас ведем переговоры. Я был и в администрации президента, и в Федеральной агентстве делам национальности, и в Госдуме, в Комитете по делам национальности. Везде мы озвучиваем, говорим, что Дагестан – это особая республика, где много народов, и нам нужен особый подход. Я даже поднимал разговор о проведении ЕГИ. По родному языку. Да, по родному языку. Конечно, пока не понимают меня, но я буду по-настоящему, и буду просить, просить и просить, пока не доблюсь, потому что все равно у нас, я не знаю, сельского населения много или что, и в некоторых селах прямо 3-4-5 уроков на лизгинском языке, а в некоторых селах один урок. Ну, это все тоже, наверное, зависит от того, какой педагогический коллектив работает, насколько сами педагоги в России. Ну, тут от родителей тоже зависит, потому что сегодня решают родители и вот как раз педагогический коллектив. Но сегодня еще решает ЕГЭ и ОГЭ, которые надо сдавать. Очень большое значение иметь. Еще вот мне рассказывали тут друзья, вот есть семьи, которые говорят, ну, где тебе родной язык еще понадобится? Нигде. А в некоторых местах даже говорили, какой язык хотите изучить, английский или лизгинский? То есть вот такие моменты присутствуют. Но согласитесь, что это вопросы, которые продиктованы временем. Да, 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 это безусловно. Да, наверное, для того, чтобы говорить о том, чтобы можно было выбирать или не выбирать, а изучать и английский, и лизгинский, тоже должны быть созданы определенные предпосылки. Да, 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 чтобы дети думали, что это само собой, родной язык надо знать, родной культур надо знать, и надо демонстрировать всем остальным народам, какая у нас прекрасная культура. Я с вами полностью согласен, это продиктовано временем. Василий Фавдулбекович, нашу беседу я хочу закончить вашими словами, если позволите. Да, конечно. В такой многонациональной и многоконсессиональной стране, как Россия, успешная национальная политика невозможна без активного участия в ее формировании представителей общественности, населяющих ее народов. ФЛНК выполняет именно эту важную роль связующего моста между обществом и государством. Желаю вам удачи осуществить все это. Понятное дело, есть план минимум, есть план на перспективу. Не буду сегодня все у вас спрашивать в надежде на то, что в следующий ваш приезд в республику мы с вами опять встретимся. Дагестанское радио. В связи с тем, что мы обещаем на 14 конституционных языках народов Дагестана, как никто мы, я и мои коллеги, заинтересованы в том, чтобы действительно мы сохранили свой родной язык. Если мы сегодня говорим о лезгинском языке, есть литературный язык, есть разговорный. Литературный – это, по-моему, сулемонстальский язык, считается. Сулеймонстальский, мадранкенский, да. Но, тем не менее, все равно мы друг друга понимаем, вне зависимости от того, какой у нас наречие, какой у нас диалект, вне зависимости от того, какой мы национальности, мы, дети планеты Земля, и должны жить с миром, с покоем своей души, желая блага тому, кто рядом с тобой. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Напомню, сегодня у нас в гостях был президент Федеральной Лезгинской национальной культурной автономии Васильев Гасанов. Это была передача «Диалог» вела программу Бедерниса Гусейнова. «Диалог» вела программу Бедерниса Гусейнова. Вы слушали Радио России Дагестан.